Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» — это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Я сегодня снова не один. Дмитрий Дмитриевич Шатров. Спасибо, что пригласили. Очень рад быть. Для меня всегда это большая честь. Слава Господу. Очень вам благодарен за приглашение. Дмитрий Дмитриевич является служителем, старшим пастором церкви «Благовесть» Санкт-Петербург. Мы имели уже несколько эфиров с Дмитрием Дмитриевичем до этого. Сегодня у нас третий эфир. Если вы пропустили прошлый эфир, вы потеряли очень много, но потеряли не все. У вас есть возможность снова встречаться сегодня и в повторах с нами, и говорить о великих делах Господних. Автор книги «Кто за ним стоит» — прям со мной в эфире. «Причина и написание, кто за ним стоит» — это название этой книги. Она, кстати, вошла уже в бестселлер на «Нью-Йорк Таймс» или еще нет пока. Но войдет. Войдет. — Вбежит. — Кстати, ты не планируешь издать в английском варианте ее? Нет? — Очень бы хотелось, что там такой стиль изложения, что нужно сами просто по себе факты, которые там изложены, их можно перевести на английский язык. Но там очень много игры слов и изложения, которые показывают часть моего характера. И нужен очень хороший переводчик, который свободно, совершенно свободно говорит по-английски. Не просто говорит, а специалист художественного английского языка и также специалист русского художественного языка. — То есть владеет слогом. — Владеет слогом. — Да, слогом художественным, игрой слов и так далее. Поэтому вот здесь. Для меня это была задача книги — то, чтобы описать того, кто за мной стоит. То есть это задача — показать Господа. Например, в книге «Есфирь», одна из книг Библии, нет ни разу упоминания о Господе. То есть слово «Господь» или «Саваоф», или «Шадай» — этого нет. Но там совершенно четко видна и присутствует рука Божия, которая управляет всем сценарием. Вот в моей жизни я не встречался лично, как некоторые другие пастыри, лично со Христом, лицом к лицу. В смысле, вот физически, да, я рожден свыше, я переживаю Дух Божий, я знаю, что такое присутствие Господне, я с Ним знаком в Духе. Но физически нет. И руки Божьей физически я не видел. Но его действия, его чудеса, его абсолютно ни с чем не сравнимое влияние, сверхъестественное участие в моей жизни, оно очевидно. И вот задача была показать это сверхъестественное участие Бога в моей жизни. То есть задача — рассказать, прославить Господа. Но хочется сделать красивым языком, и поэтому вот то, что я писал, я писал на русском. И если бы такой человек нашелся, совершенствовладеющий и русским, и английским художественным слогом, было бы здорово. — Прекрасно, прекрасно. Друзья, вы услышали, наверное, вы услышали о том, что есть такая потребность, если вы знаете кого-то, позвоните нам в офис или мне лично. — Книга рассказывает просто о чудесах Божьих в моей жизни, об участии Бога в моей жизни. Все книги — это истории из жизни. — Автобиография, в некой мере. — Автобиография — это рассказ про меня. А я подчеркиваю, это рассказ про него. Но на историях, случившихся со мной. В какой-то смысле книга автобиографична. Но роль автобиографии — рассказать о человеке. Роль этой книги — рассказать о том, кто стоит за человеком. — Что бы ни излагалось в этой книге, но всегда должен прослеживаться след автора. — Конечно. — Поэтому здесь ты не отделишь автора от написания. — Я не хочу, чтобы автор и то, о ком он пишет, были... — Конечно, конечно. Поэтому апостол Павел говорит, я прославляю служение свое. Помнишь это место? Это нормально, когда мы служение прославляем. Мы не себя прославляем, но Богом верено нам служение. Это нормально. — Слово «прославляем» другое имеет смысл. — Конечно, конечно. — Слово «прославляем» в русском языке. Помните, со времен Советского Союза «слава» КПСС? Это воздать какую-то хвалу организации. Прославляю, Павел говорит, слово «слава» — это кавод, вес, ценность, значимость. Он говорит, я придаю значимость, я хочу, чтобы мое служение было наполнено смыслом. Не прославляю смысл и стараюсь сделать его известным всему миру. Прославляю служение мое — это наполняю смыслом все больше и больше. То есть слово «слава» — это кавод, вес, значимость. Прославляю, значит, наполняю смыслом все больше и больше. А когда он наполняет смыслом, тогда и другие люди о нем узнают. — И плюс к этому еще есть другой смысл этого слова. Я не позволю апостол Павла говорить никому опустить мое служение. Потому что это не мое, это Богом верено мне служение. Поэтому если вы опускаете мое служение, вы касаетесь зеницы ока. — Звучало как угроза. — Смотри, Дмитрий Дмитриевич. Итак, здесь интересно. Моя специальность в институте, я выхвачиваю некоторые выдержки. Моя специальность в институте была зарегистрирована под номером 0503. Называлась она «Обработка металлодавления». Как я уже рассказывал, мне знаком весь этот процесс, начиная от рубки металла на мерные куски и заканчивая получением готового продукта. «Нагрева стали добила тяжелейших ударов молота по болванке или сильнейшего давления пресса на заготовки не избежать». Ну и здесь ты пишешь, когда болванка получается между молотом и наковальней. «Всякая истина параллельна». Есть вот такой термин «всякая истина, она параллельна». То есть материально оно имеет параллельные отклики, отблески и параллели в духовном мире. И вот мы давай коснемся этого интересного аспекта нашего служения, как служителей, ты и я, когда мы подвержены давлению. И ты здесь пишешь, тебе не только знакома эта специальность по причине, ты дипломированный специалист в той области, закончил, да, тем более. Но тем более, наверное, какие-то моменты и принципы, изложенные здесь в материальном мире, мы прослеживаем в наших духовных практически, ну если не ежедневных, так постоянных натисках, давлениях, когда мы между молотой и наковальней. И даже ты здесь такую мысль пишешь, ты приложишь толкование, что ты имел в виду баб, желающих меня стукнуть, я встретил немало. Да и мужиков таких хватало. А ну-ка, а ну-ка. Ну просто бабой называется верхняя часть молота. То есть наковальня – это то, на чем лежит заготовка. А баба – это то, что бьет непосредственно по заготовке. Поэтому таких баб, которые меня хотели ударить, я имею в виду таких вот молотов, их по жизни хватало. Поэтому... А почему Бог это делает? Ну, говоря о параллельных истинах, в духовном мире и материальном, во-первых, когда металл нагревается, он легче... Обрабатывается. Он легче поддается изменению формы. Когда мы холодные, то мы можем сломаться. Но когда нас нагревают обстоятельства жизненные, то мы легче поддаемся изменению формы. То есть Бог хочет от каждого из нас, чтобы мы возрастали в образ Иисуса Христа. И иногда окружающие нас обстоятельства помогают, не просто меня, они нас нагревают, чтобы мы могли быть более податливыми для получения нужной формы. Еще во время нагревания металла происходит процесс окисления, и окалено отваливается. То есть лишнее, ненужное, то, что подвержено огню, выходят излишки, выходят примеси, выходит то, что, если говорить про параллельную истину, что в нас, как, Писание говорит, золото переправленное, тем раз очищенное. При переплавке, при нагреве и при этих ударах выходит, вот это вот окалено осыпается. То, что не наше, то, что лишнее, то, что мешает нам быть теми, кем нас Бог предусмотрел быть. Для меня было очень важно то, что, вот сейчас представить себе, хотел бы я пройти этот процесс еще раз? Нет, не хотел. Это болезненно? Это болезненно. Но я видел, как участвовала благодать. Она давала силу проходить это. Сегодня, рассматривая жизни мучеников, которые прошли перед нами, отдавая жизни в советские времена за веру, думаешь, как это они прошли? Я бы не смог, точно бы не смог. Ни я, ни ты, никто. И они тоже бы не смогли. Но благодать, которая в этот момент оказывается с человеком рядом, она дает ему силу. И, по сути, не мы проходим, а благодать проходит вместе с нами это. И принимает на себя эти ужасы, принимает на себя именно благодать. И вот здесь вот ключевой момент. Если человека в сердце были мотивы неправильные, и он делает то, к чему Бог его не призывал, то, к чему его благодать не сподвигала, то она отступает, и она не участвует, она не принимает на себя главный удар. Но если ты выполняешь призвание Божье, и у тебя на пути встречаются сложности, то непосредственно сама благодать участвует в этом. Это касается, например, воспитания детей или пастырского служения. Ты призван быть отцом, ты можешь допускать ошибки, ты в чем-то делал неправильные какие-то шаги при воспитании, но ты призван быть отцом, и благодать помогает любому родителю пройти сложные периоды жизни. Она принимает на себя эти удары. Если человек строит церковь, строит здание, и у него есть амбиции, он может даже сам пока об этом не догадывается, но он говорит, я буду крутым, я буду великим, я построю, и все будут говорить, какой я молодец. Благодать отступает, и человек не пройдет, он не выдержит этого давления. Но если внутри были правильные мотивы, если в сердце были правильные поставлены приоритеты, то, что человек делает, ему это поручено Богом, благодать обязательно принимает на себя этот удар. И поэтому, во-первых, мы видоизменяемся, приходя в образ Божий, становимся более терпеливыми, более любящими. Когда мы строили это здание, чем я там и пишу, здание церкви, то я думал, что я его строю. Строил его 20 лет! Я думал, что я и строю это здание. Оказывается, не я его строил, а оно строило меня. Точнее, Господь строил меня через это здание. Дмитрий Дмитриевич, смотри, вот мы ходим по очень тонкому льду. Когда ты говоришь о призвании, когда ты говоришь о благодати действующей, и ты понимаешь, что если я призван для этого, я поставлен на это, я в служении этом, то благодать обязательно будет, она впереди двигать. Мною. Но, видишь, здесь тонкая грань. Впереди, сзади, сзади, сзади. Да, она со всех... То есть, мною будет двигать, а не я буду двигать благодать. Это, как говорят, ветер будет... Качать деревья. Или наоборот. Или наоборот. В духовных проявлениях то же самое. Поэтому, говоря, что мы ходим по тонкому льду, по острию в некоем мере, когда мы встречаем трудности. Это я вот... Я чуть выхватил эту твою мысль. Мы встречаем трудности, и ты говоришь, что мы утвердительно, мы твердо знаем, что это Бог нам дал, Бог сказал, строить здания там, что бы это ни было. А если не Бог? А мы преодолеваем. А нагрузки еще больше, а давление еще больше. А если не Господь сказал? И вот эта вот тонкая грань, так Господь мне вверил это? Или это от себя, чина? Это мое. И когда мы преодолеваем, преодолеваем, идут снежные... Мне в лицо бьет снежный ураган, или ветер, или шторм. Господь меня не призывал к этому. Но я же все-таки, я должен, а я хуже левого или я хуже правого, я преодолею. И вот эта тонкая грань понимания, что все-таки Господь мне это дал. Что это не от меня, что это не по плоти воюю. Вот ты понимаешь вопрос? Вопрос очень хорошо понимаю. И на мой взгляд, в этом смысле, есть простой ответ. Мы часто можем начать делать вещи с неправильными мотивами. Но когда вот я сделаю, а что, я хуже правого или я хуже левого? Я сделаю. Вот это я должно обломаться. И когда человек столкнется с такими сложностями, что он просто должен должен понуждаться в Боге. Господь! Я не знал, что будут такие трудности. Я не предполагал, что я с чем я столкнулся. Я сейчас реально нуждаюсь в тебе. И когда он возопил, нуждается в Боге, ну как мы уже, например, приводили Петр и Иисус шел по воде, он начал тонуть. У него не было потом искушения сказать, я шел по воде. Когда он шел, то он начал тонуть, когда он шел. Когда он шел по слову Христа, тогда он смог идти. Так и здесь. Господь хочет, чтобы мы в этих трудных обстоятельствах понуждались в нем. Чтобы когда мы преодолеем это, никто не сказал, я преодолел, я справился. Понимаете? Разница в том, даже когда человек делает какие-то вещи неправильные и из-за своих неправильных приоритетов вписался во что-то не то, все равно, находясь в этом не том, Бог хочет, Бог заинтересован не в том, что мы делаем, Бог заинтересован в нас. Еще раз, Бог заинтересован не в том, что мы делаем, Он заинтересован прежде всего в нас. Поэтому, когда мы даже делаем не то что-то, оказываемся в таких вот обстоятельствах печи, то Он хочет, чтобы мы понуждались в нем. И когда видит Бог, что мы реально теперь понимаем, когда мои эгоистические, плотские амбиции обломались, тогда Бог выходит навстречу и говорит, я рад, что ты победил теперь и понуждался во мне. Я обычно так это говорю. То, кем мы есть, на самом деле, оно стоит намного больше того, то, что мы делаем. Конечно. А то, что мы делаем, должно, по большому счету, по крайней мере, должно, то, что мы делаем, должно быть следствием того, кем мы есть. Но не наоборот. Абсолютно. Но не наоборот. Потому что я могу играть ролью на экране. То есть я могу перед объективом играть ролью. Но если я не буду, если я буду делать что-то, которое не будет исходить от того, кем я есть, какой стержень во мне, кем я есть в Боге, кем я есть в Слове. Вы смотрите, скажете, что исходя из того, кто есть. А так и получается. Все, что бы ты ни делал, все равно это продолжение того, кто ты есть. Конечно, или в хорошем, или в плохом. Да, и поэтому Бог в этих трудностях хочет, чтобы мы увидели, кто мы есть. Даже если мы не то, чем должны быть. Но когда мы понуждались в Боге, то мы становимся в его потребности в нем, мы становимся теми, кем должны стать. И поэтому наше уже и качество дела, проистекающее из нас, становится другим. Потому что вот в этой нужде в Боге мы становимся другими. Поэтому вот это вот давление, оно помогает нам внутри понуждаться в Боге, чтобы дальнейшее дело, которое мы делаем, приняло другое качество. Понимаю. В каких случаях металл, подвергаем мы давлению, как мы говорим, накалыванию, да? Давлению, накалыванию. Накалыванию. Сначала накаливанию, потом давлению. В каких случаях металл не выдерживает накаливание? И бывают же такие моменты, когда он ломается, трескает, да? И его просто выбрасывают на попрание или на переделку, на переобработку. Нет, тут такая история, что у каждого металла есть своя температура накаливания, при которой можно его обрабатывать давлением. То есть разный вид металла нужно нагревать до разных температур. Понял. Один металл надо нагреть до температуры 1200 градусов. И он будет поддаваться хорошо обработке давлением. Другой металл... Как золото, например, да? Нельзя нагревать до такой температуры. Оно просто расплавится и все. Другой металл... То есть под каждый вид металла есть своя температура и степень удара, которую он может вынести. И знает это специалист. Это, конечно, это знает специалист. Поэтому если еще не нагрет металл достаточно, но по нему уже совершаются удары бабой на наковальне, то тогда он раскалывается. А ну-ка всякая истина параллельно. Когда человек еще не имеет определенного возраста духовного или человеческого характера, и он оказывается в обстоятельствах, которые он не в состоянии вынести, то есть сначала есть определенный разогрев. Если вот то, к чему я пришел, например, после 15 лет борьбы с бандитами, там еще с кем-то, отстаивая территорию церковную, если бы мне это давление дать в первый год, я бы не выдержал. Но обстоятельства, которые были, они меня нагревали к тому, чтобы большее давление я мог выдержать. То есть это был параллельный процесс. Жизнь, мой жизненный опыт, мой характер, он нагревался, и я уже мог выдерживать большее давление. Может ли Бог дать больше того, что мы понесем? Бог не может. Мы можем сами, то, что я и говорил, мы можем сами прыгать в то, что нам Бог не давал. Или когда уже человеку видно, что ты не в состоянии выдержать, нет, я не хуже, чем правый, я всем докажу. То есть если вот это вот я, я не обломалось, тогда сломается судьба человека. Поэтому очень важно, чтобы человеку всегда было смирение признать, ошибся я, или взял на себя лишнего. Потому что как только человек признает, что ему нужен Бог, что он взял на себя лишнего, тогда Бог вступается. Потому что человек говорит, нет, я сам, я сам. Ну раз сам, давай, давай сам. И вот это не Бог дал человеку, или не Бог нагрузил лишнего, или не Бог не заступился. Это просто гордость человека не позволила Богу вступиться. Раз ты сам, пожалуйста. Но когда человек даже и начинал, чтобы свои амбиции какие-то потешить, но потом понял, что это была ошибка, и что ему нужен Бог, то Бог вступается. Я буду по амбиции удовлетворить, наверное, это... Есть в плохом, есть в хорошем смысле. Да, смотри, я как понимаю. Это когда мы говорим о служении, в любых формах, в любых проявлениях, когда мы говорим об амбициях, мы подразумеваем масштабность. Каждый, когда он говорит, глядя на другого, на третьего, и думает. Если не вслух говорит, так мечтает, фантазирует, может быть. Масштабность чего? Планирует масштабы по отношению... Масштабность дела или масштабность моей персоны? Ну, смотри. Если масштабность дела, то благодать делал. Павел говорит, я больше всех потрудился. Совершенно верно. Не я, а благодать, которая со мной. Это был масштаб, но это был масштаб, который благодать совершил через него. А если бы не было вот этого смирения, то я бы больше всех потрудился. Вот это противно Богу. Но определяется ли успех масштабностью и популярностью? Определяется ли успех любого? Успех церкви, успех служителя как личности, как индивидуума, успех миссии такой крупномасштабной? Определяется ли масштабностью или нет? Вот пример. Можно ли назвать масштабным служением? У нас есть миссионеры в РосХВЕ, в Союзе РосХВЕ в России, которые служат, например, в Ненецком... Автономном округе. В Ненецком автономном округе. Там на сотни метров живет там, извините, полтора человека. Да. И они все свои годы, если там одна семья, миссионеры, муж и жена, они тратят на то, чтобы достичь двух-трех человек. За все служение, которое я знаю, они, может быть, достигли 20 человек, спасли, 20 человек привели ко Христу. Но, говоря про масштабность численности, это всего 20 человек. Казалось бы, неудача. Но там больше людей не живет. Ну да. И кто их бы спас, если бы не эти люди, которые потратили всю свою жизнь, чтобы достичь именно этих людей? Это масштабно или не масштабно? Я считаю, что это очень масштабно. Когда они готовы положить... Вот пришел бы Христос на землю... Ради одного. Ради меня одного. Пришел. Пришел бы. Было бы это масштабно? Нет, конечно. Как нет? Он положил всю свою жизнь, Христос. Это масштаб. Сам Иисус положил свою жизнь ради одного человека. Если мы смотрим на цифру 1, это не масштабно. А если мы смотрим на жизнь Иисуса, которую он положил, это масштабно. Но глазами естественного, плотского мира, все, что малочислено, это не успех. А я говорю, что в Божьих глазах это не так. Да, это наоборот. Я про это и говорю. Это не так. Женщина, которая положила две лепты, она положила все пропитание. Это было масштабно или нет? В плане цифр, которые она положила, это не масштабно. В плане того, что она положила все, что у нее было, это было очень масштабно. Поэтому... Вот когда, Дмитрий Дмитриевич, определяется ли успех... Я сказал, что нет, не определяется. Не определяется. Хорошо. Но, тем не менее, каждый из нас, без исключений, например, если говорить в рамках импакта, мы заинтересованы в расширении и кабельной сети, и спутниковое телевидение, и интернет-вещание, и мобильное приложение. Точно так и в рамках церкви. Ты заинтересован, чтобы увеличилось количество людей. Где вот этот вот... Ну, как это выразить простым языком? Как определить, вот, что это мое, и что я к этому призван? Потому что, смотри, ты говоришь, если там в радиусе тысячу километров живет 10 человек, это масштаб. Но если в радиусе, в рамках Санкт-Петербурга, где 4 миллиона или 3,5, да? 6. Даже 6, видишь? И 100 человек церковь, это явно не масштаб. Это явно. Так где проблема? В чем проблема? А я вам скажу, и вот вы говорите, что в рамках Петербурга церковь в 100 человек, это явно не масштаб. А я скажу, что может быть, это огромный масштаб. Например, можете представить себе церковь. Я сейчас позволю себе не то, чтобы пофантазировать, но... Некое исповедание веры. Давай. 100 человек церковь, и в нее входит парочка вице-губернаторов, в нее входит парочка глав комитетов в администрации Петербурга, в нее входит пара-тройка бизнесменов, у которых компания тысячи человек, пять тысяч человек, у них оборот там может быть. И таких людей набрать 100 человек. Например, эта церковь масштабная или нет? 100 человек, но это ключевые люди бизнеса города, это ключевые люди правительства города. Это масштабная церковь? Относительно мега... Но она всего 100 человек. Относительно мега понятия это не масштаб. Относительно влияния это масштаб. А мега это и есть влияние. Потому что если эти люди, которые уверовали в Иисуса Христа завтра запустят процесс так, чтобы у него вся фабрика покаялась, то есть, понимаете, вот я за то, что успех реальный, это не то, что видно людям. О, у него 1000 человек, это успех. А у этого 100, у него не успех. Господь знает, какое призвание он кому дал. И успех определяется невидимым количеством, которое может быть мыльный пузырь. А успех определяется, исполняет ли человек то, к чему его Бог призвал. Если человек является пастором двух-трех губернаторов, двух-трех миллиардеров, то и он реально выполняет свою миссию, давая им правильные наставления, давая им правильную духовную пищу. И завтра они родятся свыше и окажут влияние на всю страну. Мало кто знает об этом пасторе, что у него была церковь из пяти человек. Но она оказала влияние ключевое на преображение всей России. Но тебя кто-то из сведущих в Писании наших зрителей тебе возразит, скажет, между тем, приметившись, что они люди не книжные, но то, что они ходили с Иисусом, приметивши. То есть возразит, потому что мы пошли уже в область, знаешь, я даже не ту область касаюсь, там губернаторы, вице-премьеры, премьеры, президенты. Я говорю... А я этого касаюсь. А ты этого касаешься. Я понял. Потому что внешне, кажется, если взять по человеку, ну пять человек, но если эти пять человек будут такие влиятельные, что завтра будет пробуждение России, кстати, именно об этом пророчествовал решитель Лестер Самрал, и не только он, и Рик Джоннир, и так далее, о пробуждении в России, что будет новая волна, не такая, как 90-х лет, в 90-е годы. А такая, что не на стадионах будут собираться миллионы людей, а через покаяние ключевых в политическом мире и в бизнес-мире. Ключевые люди. И это будет небольшая группка. Но она именно окажет влияние на всю страну через принятие правильных решений и пробуждение пойдет вот таким именно образом. Например, вот смотрите, вот масштаб, вот масштаб. Брат, смотрите. Нужны ли репцентры? Конечно нужны. Несомненно. У нас есть в Петербурге несколько репцентров, реабилитационных центров, где тысячи людей проходили реабилитацию. Масштабно? Очень масштабно. Я очень ценю служение, например, Сергея Матевосяна или Марио Бетели. Многие. Я очень ценю служение этих людей. Очень. Бог знает. Он им это поручил. Но что более масштабно? То, что они сделали? Или, например, если бы удалось покаять двух-трех человек, у которых есть право на погонах перекрыть доступ наркотиков в город, что было бы более масштабно? Я хочу покаять двух-трех человек, которые, имея полномочия и погоны, знают, как это сделать. А если не знают, мы им подскажем с Божьей помощью. И будут перекрыты доступы наркотиков в город. Ну, ты уже стратегически... Видишь, ты стратегически мысляешь. И вот для меня это масштаб. Вот я так мыслю. Средний обыватель, средний обыватель из числа служителей, он чуть... Он не столь плавает в космосе. К сожалению. Это не космос. Это не космос. Это практическая жизнь. Люди. Это масштаб и есть. Пока и двух-трех, но они закроют поступление наркотиков. И вот это масштаб. Вот Бог хочет не просто вот чтобы мы ходили за дьяволом и подметали его мусор. Его дерьмо, простите меня. А чтобы мы не дали дьяволу на корню сразу действовать. Вот что Бог хочет. И я... Да? И где успех? Ну, там у Шатрова покаялась всего 20 человек. А у Петрова покаялась 20 тысяч человек. Зато у Шатрова 20 человек, которые покаялись, они перекрыли доступ наркотикам в город. Например. Например. Вот я за такой масштаб. Чтобы решать вопросы в корне. То есть если бить, так бить по тапу. Вот в корне вопросы решать. И я об этом молюсь. Я хочу быть помощью государству, обществу ключевых стратегических вопросов. Достигая достигая таких результатов, бывало ли в твоей практической жизни, практического служения, бывало ли, когда ты стоял перед жестким выбором? К примеру, к примеру, будучи, неся служение старшего пастыря, я стал в свое время перед дилеммой. А знаешь, какая дилемма? Диление в церкви. Я вижу, вытянулись лица наших многих зрителей. Неужели Юрий пойдет в ту область? Это область практического служения. И я стал в свое время перед выбором, как поступить. Возвратились с Риги некоторые молодые такие лидеры в церкви, моложе меня. С Риги возвратились на все, что было в то время связано с Ригой, все прекрасно знают. И в таком, как я называю, харизматическом запале вот там такие проявления, такие служения, вот то другое. Мы уходим из церкви. И ты оказываешься между молотом и наковальной. Родители их, этих молодых людей, говорят, мне говорят, Юрий, как ты довел до этого? Это же наши дети. Они уйдут. С другой стороны, то есть извне нападения, изнутри страхи, что произойдет? Разделится церковь, уйдет молодежь. Я буду подвержен нареканию, а вдруг останется мало людей. То есть прошли ли мы тот период? Находился ли я под прессом? А в моем лице это мог быть ты, это мог быть вы. Я был, я и есть в таком положении. Ты был в таком положении? Было и есть. Видишь, в этом случае как не переступить черту, не переступить эту грань, чтобы Бог, глядя на мою жизнь, на мое служение и на ту реакцию, которую я использовал на эти проявления, Господь мне сказал, смазал, Юрий. Смазал. То есть здесь, если не ярко, выраженно согрешил, но здесь глубоко ошибся, так как он сделал. Например, исключить, объявить на замечание, выгнать. мы доходим до того, Дмитрий Дмитриевич, к стыду нашему. Мы меняем замки на церковных. Я не рассказываю тебе, пять церквей, которые меняли как результат этого, чтобы не пустить никого, меняли замки на церковных дверях, на всех. Одна церковь поменяла 14 дверных замков, потому что братья решили проводить служение в другое время. Они сказали, не допустим. То есть как не ошибиться и не согрешить и не сломаться? А это давление, это такой нагрев металла, когда ты ночью не можешь спать, тебе знакомо. А ну-ка. Ответом всему нет такой формулы, что вот, знаешь, вот формулы, по которой нужно поставить туда данные и получить хороший результат. Типовый какой-нибудь результат. Нет такого. нет такой формулы. Но есть один, так скажем, ответ универсальный, который подходит всегда и в любой ситуации. Это не просто, я скажу, какой-то там какой-то лозунг или какое-то просто абстрактное слово, а очень конкретное слово. Это любовь. Любовь. К Богу или по отношению ко всем? Любовь это личность, это Господь, это Иисус Христос. Вот Иисус в своих поступках на земле, он во всем отображал сердце небесного Отца, он проявлял, Бог есть любовь, и все поступки Иисуса, они, это была материализованная любовь. Вот когда написано, что любовь есть исполнение закона, когда оказываюсь перед выбором, я себя проверяю на принцип, на качество любви. Люблю ли я сейчас этого человека, в любви ли я действую, движим ли я любовью Божьей при принятии такого решения. И когда я ставлю такую себе вот задачу, то приходит ответ, как сейчас нужно поступить. Простой пример по поводу церкви, аналогия с семьей. В семье есть бабушка, дедушка, мама, папа, двое, трое, четверо детей совершенно разного возраста, разных интересов и так далее. Их объединяет всех кровь, они все одной крови, они все одной семьи. У бабушки, дедушки свои интересы, у родителей свои, причем они разных поколений люди, разных специальностей могут быть, разных интересов, разных взглядов, но при этом у них есть то, что их делает семьей, это кровь, их семейная кровь. Вот так же и в церкви. Мы объединены, объединенные кровью Христа, мы можем найти выход, чтобы в одной семье люди не разбегались по разным углам, но объединенные кровью могли бы иметь исполнение, если это не грех, своих личных, индивидуальных, потому что Бог нас всех стал индивидуальными, потребностей и нужд или интересов. То есть, например, в нашей церкви мы сделали разные филиалы. Это одна церковь, разные филиалы в разных местах города. В каждом филиале есть свой стиль поклонения, потому что Библия не указывает на какой-то конкретный правильный стиль про словы. Вот это правильные песни, а это неправильные песни. Песни, которые от сердца во славу Божию, они будут правильными, независимо от ритма, от громкости и так далее. Или даже находясь в одном здании, мы сделали разные потоки служений. Не только по городу разные, где в каждом есть свой стиль поклонения, но даже в одном здании есть разные потоки. На служении в 9 у нас спокойное прославление, на служении в 12 оно более харизматическое, в 3 часа молодежь зажигает по-своему. Это одна церковь, но мы не стали сталкивать лбами формы поклонения или разновидности служения. Другое дело, что я считаю, есть вещи, которые неприемлемы. Например, просто грех, условно говоря. Если люди хотят, чтобы в церкви были либеральные взгляды, это не про нас. Мы не можем идти на компромисс с миром. Мы не можем идти на компромисс с миром. Но форма выражения моей любви к Богу может быть разной. Молодежь хочет так, пожилые хотят так. Зачем их сталкивать лбами? И надо, чтобы любовь нас всех объединяла. И моя пастерская забота, моё пастерское сердце помогает мне увидеть, как объяснить бабушкам с девушками, что давайте поймём молодежь. Молодежь, почитайте, уважайте стариков. Если бы не они, вас бы вообще не было, если бы вы и были, то не были бы в вере. Поэтому уважайте родителей, уважайте пожилых людей. Ну как, прошу прощения, ну как ты можешь, ну как ты можешь увещевать в этом русле молодежь, если тебе старшее поколение, говорят, что, ну у нас же не было такого, мы так не приняли громкость, музыки, потом стиль поклонения на сцене, у нас было всегда хоровое пение. И то, что два или три или пять или барабаны на сцене, это явное отступление от истины. Как ты можешь сочетать несочетаемое, Дмитрий Дмитриевич? Я не понимаю, почему можно делать такие жёсткие заявления, это явное отступление от истины. Если Библию мы признаём за истину, то псалтырь неоднократно говорит, этот псалом играется на литаврах, с кимвалами. Что такое кимвалы? Что такое литавры? Это барабаны, это тарелки. Писание говорит, что это не то, что допустимо, а даже указание, какой псалом, под какие барабаны играть и петь. Поэтому ваше заявление о том, что это недопустимо, я для отступления от истины, стоп, 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 стоп. Если уж говорить про истину, давайте возьмём в руки Библию. Но Библия не указывает нам на формат богослужения или песен. То, что раньше так не было, раньше так не было, но раньше апостолы, извините меня, и зубы не чистили, не было зубных щёток у апостолов, а вот, ну и что теперь делать? Раньше и хорового пения у апостолов не было. То есть мы не можем сегодня говорить то, что было у наших родителей, это эталон. Эталон – это образ мышления любви, это хранить себя в любви и от всякого греха. Это эталон. Это, но не форма богослужения. Поэтому я стараюсь объяснять это в любви. У нас из-за этого произошло разделение 15 лет назад, 16 лет назад. Эта церковь разделилась неоднократно, и на этой именно почве. К сожалению, это произошло, но сейчас я понимаю, что Бог всё обратил во благо. Сейчас мы дружим в частности с некоторыми церквями, которые от нас вышли, и мы увидели, что были неправы вот именно в отстаивании своих позиций. Они или вы? Оба. Обе стороны были неправы. То есть даже такое можно? Да, у нас сейчас хорошее отношение с одной из церквей, которая одна была из первых, которая отделилась. Сейчас они собираются на территории, которую мы им предоставляем. Наше здание мы предоставляем им для богослужений. Я очень уважаю их искренне, искреннюю убеждённость поклоняться Богу именно таким стилем. Вот. Я это понимаю, я в этом вырос. Я очень их люблю. У нас хорошие отношения. Мы представляем им территорию для богослужений. Вот. У нас хорошие, прекрасные отношения. Слава Богу. Вот смотри, Дмитрий Дмитриевич. Потому что любовь. Потому что вот это вот, я говорю, принципиальным, ключевым, не формула, а любовь. Ну, понимаешь, но бурлит внутри. Эмоции, да. Это значит, нам нужно расти, нам нужно возрастать в характер, в образ Божий. В каких случаях, в каких случаях этот срыв или надрыв, или облом, который произошёл и внутри служителя, и внутри церкви, в каких случаях для служителя, старшего, ведущего, лидера, он может быть, то, что происходит, оно может быть трамплином для последующего роста. Для успеха, для помазания, увеличения. Чечевым является любовь. И в каких случаях это будет наоборот по нисходящей. Есть моменты, которые ведут тебя по восходящей, а есть моменты, которые ведут тебя по нисходящей. Возвращаясь к нашей книге, о чём мы с вами сегодня говорили, там есть потрясающие и три, я описываю, было больше, но три ключевых истории, когда люди под нашими не меня, на мой взгляд, поступали крайне неправильно. И для меня это было, ну, очевидно, это были служители, это были пасторы, это были пасторы высокого уровня, которых я думал, это вообще, для меня это были такие, были такие авторитетищи. И они по отношению меня поступили ужасно. И я знаю, что так поступать нельзя, так, не то что пастор, так даже обычный человек поступать не должен, потому что не говоря про христианина, а это пастор. И он так поступил, просто кошмар. У меня внутри казалось злость, горечь, обида. И я с ними, у меня с ними отношения полностью расстроились. Я спустя годы думал, что у меня эта рана заросла, а оказывается, горечь никуда не девается, если ее целенаправленно не дезавуировать, не нейтрализовать. Но пришел однажды Дух Святой, накрыл меня так благодатью Божией, и Бог мне показал, что у меня внутри вот этот вот нагрев благодатью Духа Святого, мне Бог показал, что во мне есть горечь, и мне нужно их простить. И когда я дал согласие Духу с том, да, Господь, я прощаю. Я даже не знал, что я еще уже прошли лет пять, шесть, семь, восемь, что я хожу с обидой. Я даже этого не знал. Но пришла благодать, которая мне показала, что ты ходишь с горечью в сердце. И чтобы у тебя был трамплин, тебе нужно избавиться от этого. Ну, тогда это не было такое, что, чтобы трамплин, нет, нет, просто мне нужно было избавиться, и я дал согласие, Господь, я хочу, я согласен. И я сам пошел к ним просить у них прощения. И не то, что я пошел у них просить прощения. Не, не, не. Я приполз. То есть они были возможны виноваты. На девяносто девять и девять. Но мои 0,1% это были все сто процентов для меня. Вот мой 0,1% в общей истории это для меня все сто, за которые я ответственен. За которые я ответственен. И я приполз просить к ним прощения у них за свои 0,1% возможно, или 2%, не знаю, Бог знает. но вот после этого я почувствовал, как будто бы, знаете, трава стала зеленее, солнце стало ярче, птички по-другому поют. Свобода! В духе вот это, это свобода не только моя, это свобода Божья меня продвигать дальше. Потому что на смирение приходит благодать. Когда ты в смирении дал согласие духу, что ему да, я хочу их простить, то пришла благодать и дала дальнейший рост. Так и здесь, во всем, в любых конфликтах интересов между молодежью, пожилыми людьми или даже там одного поколения, но разных взглядов, надо, чтобы любовь доминировала. Любовь покажет нам выход из ситуации. Когда мы переступаем черту недозволенного, то есть дозволенного, и переходим в разряд недозволенного, как служитель, как старший пастырь. Все, что не по любви, грех. Это ты обобщаешь. Нет. Видишь, вот элемент любви и истина любви, и сила любви, это настолько в глазах Божьих, потому что он сам есть любовь, как мы говорили в прошлом, настолько это динамит всепрощающий, всепокрывающий, всепоглощающий любовь. Но достичь, почему апостол говорит, достигайте любви, это же процесс, но достичь этого, тогда как я снова же возвращаюсь, я тебе в практическую хочу ввести часть служения, снова же бурлит внутри, снова бурлит внутри. Я задал одному служителю, известному, большая церковь, крупнейшая славянская церковь на североамериканском континенте. Деление там происходит постоянно. Последние 25 лет кто-то отделяется. 10 человек, 100 человек, 50 человек. И после очередного деления я задал вопрос служителю старшему, говорю, ушло 130 человек. Говорит, а пришло 162, по-моему. Уходят люди, новые приходят, и церковь не уменьшается, но церковь увеличивается. И я так смотрю на этого служителя старшего, и говорю, как вы можете вмещать это все, и как вам ночью спиться, учитывая столько уходов, столько уходов, но не менее, по-моему, 17 или 18, дели, по-моему, 17 или 18, там не деление, но уходят. Молодой лидер встает, отколол, второй отколол, третий отошел, последние пару месяцев очередной было. А отец мне говорит позавчера, на Рождество негде яблоку упасть. Церковь забита до основания, и образно выражаться отец не говорил, но я себе картину нарисовал, на шторах висят, потому что негде сесть. То есть не уменьшается, не умаляется, увеличивается, увеличивается. Есть что-то, есть что-то, потому что, знаешь, как бы мы ни говорили, и Господь за всем стоит. Но если переступает черту лидер, успеха, видимо, не может быть. Господь один раз может потерпеть, но не 17 лет, то есть не 17 раз, если служитель первый раз произошло, второй раз произошло, третий раз, четвертый, пятый, если происходит надлом, а надлом это он ведет к греху обязательно, если, знаешь, помнишь, как приступили к Давиду в Сакелаге, и народ хотел побить камнями, а написано, а Давид укрепился надеждой на Господа. То есть вот если отсутствует вот этот элемент, а укрепится надежда на Господа, здесь, наверное, и глубокое, как ты говорил, смирение, когда внутри тебя все плачет, все рыдает. И рыдает почему? И рыдает почему? Потому что когда ты видишь, что люди, которые встали как лидеры и уводят группу людей, они это делают для удовлетворения своих амбиций, и ты плачешь, люди, куда вы идете, он же вас заведет не туда, не потому, что у тебя стало людей меньше, а потому, что ты переживаешь за этих людей, которых любишь. Опять-таки я возвращаюсь к сути всего, это любовь. Если люди, которые встают поднимаются какие-то амбициозные лидеры и уводят, и ты их ненавидишь в догонку, ненавидишь, проклятие им, все, ты переступил грани дозволенного. Но если ты плачешь от любви к этим людям, желая им добра, посылаешь им флюиды любви и благословения, и благословляешь, то большинство из них возможно раненые, но вернутся. У нас не 17 раз было такое отделение, но пяток точно был. 5-6 раз точно было. И 300 человек было, и 400 было, и 50 было, 100 было. Причем такие, ну я уж там не говорю про 5-7 человек, такие даже не считаю, что люди какие-то домашние группы считают, что они уже церковь, они начинают откалываться и устраивать свою... Это, это, но задача пастора любить как родных детей, чтобы они сейчас не нахулиганили, и ждать, что Господь косни их, пусть хоть пораненые, но вернутся, чтобы снова им помочь подняться. А если ждешь, ну что, приползли, да, вот я вам говорил, думайте в следующий раз. Нет, это высокомерие, Бог этого не любит. Но если ты в любви посылаешь им догонку благословения, они возвращаются. Сохранить себя в любви очень тяжело. И просто одновременно. И просто. Находясь в Божьем присутствии, то есть если ты практикуешь непрофессиональное служение, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, непрофессиональное служение практикуешь, а интимные отношения с Богом. Вот просыпаясь с утра, первое, что надо делать, каждому из нас, не говоря уж о пастыре, это принять порцию Божьей любви. Подумать о Боге, о Его сути. Помолиться в духе, соединиться с Его любовью. Потому что каждому из нас в течение дня нужна порция любви. И с утра лучше всего эту порцию принять в размышлениях, в молитве, принять Божью любовь. Поэтому для меня это просто. Ну не то, что просто. Просто нужно практиковать интимные отношения с Богом. И когда возникает ситуация с женой дома, с детьми, с прихожанином в церкви, ты хочешь проявить любовь в их адрес. Однажды в возрасте, в одном из штатов. Извините, 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 пожалуйста, прошу прощения. Два момента. Первый, это то, что в присутствии Божьем наша любовь обновляется и практикуется. И второе, это как мышцы в спортивном зале. Надо нагрузку дать, чтобы они начали расти. Поэтому вызовы, когда тебя жена не понимает или муж, когда тебя дети не понимают и подводят, когда тебя прихожане в церкви подводят. И ты практикуешь, как мышцы, как вызов гантели, вызов гири. И ты отвечаешь своей мышце и устаешь. Но ты, тогда она растет. Итак, два момента. Первое, в присутствии Божьем, когда ты принимаешь Божью любовь, в тебе любовь растет. И второе, в практическом применении любви в адрес тех, кто тебя огорчает. Любовь растет. В одном из штатов Америки, это не Калифорния, это не Орегон, в другом штате, я общался с пожилого возраста служителем, старшего пастыря. Хорошая церковь, я там служил неоднократно. И встретив его спустя, наверное, полтора-два года последнего раза моего посещения, я говорю, назвал по имени отчества, говорю, как народ, как служение. Обычно я задаю вопрос, нормально, как Господь, что Господь говорит в церкви. И он посмотрел на меня, я увидел его, брови сдвинулись, нахмурились. Ох, какой он жестоковый на этот народ, Юра. Ох, какой он жестоковый. И я его таким не знал. Я же знал его с 91-го года. Много лет мы знали друг друга. И я понял, глядя на его 70, ему было 76 или 77. Достали Моисея. Достали. Достали Моисея. И вот оно было нескрываемо на лице. Это народ жестоковый, грубый Юра народ. И я так, я ему не сказал, потому что он в отцы мне годится. И сел в машину. И говорю, Господи, ну, что-то здесь я дискомфорт от общения почувствовал. И такое внутреннее вразумление я получил от Господа. Господь говорит, пора ему уходить. Пора ему уходить. Вот. Я думаю, как же это произойдет? Потому что у него служение с 91-го по 2014-й год. Это много времени. Спустя полгода был избран молодой служитель. церковь вот так пошла. Пошла она ввысь, пошла. То есть пошло. То есть и я вот в процессе нашей беседы я вспомнил вот эту историю. Бывают вот такие моменты, бывают, и они скорбные. Если ты не можешь любить, уходи. Да. Просто убегай. Ноги на плечи и убегай. И говори, а ну-ка, молодого мне давайте елей на него, ведро на него вылей, вот как Самуил сделал. И это, и зеленую улицу давай ему. Зеленый свет, зеленую улицу пусть действует. Благодать на нем. Дмитрий Дмитриевич, мы завершим нашу с тобой интересную беседу. Наши с вами, это ты автор этого. Я верю, ты писал. Это не секретари писали. Это твой слух. Наши с вами несовершенства, слабости, пороки, ошибки, негативный жизненный опыт. Все это формирует комплекс неполноценностей, страхи, понимания своего недостоинства, а значит невозможность взаимодействия с великим Богом. Однако именно в этом и заключается смысл Евангелия, радостной вести, благою вести, что теперь, в отличие от Ветхого Завета, наши взаимоотношения с Творцом основаны не на том, что сделал человек, но на том, что сделал и совершил Бог Господь, а именно на его посреднической жертве, на кресте. Вот, вот, все, все во всем, это он. Отношение наше с Богом. Он причина, он причина наших успехов. Абсолютно. Отношение наше с Богом строится не на том, что сделали мы. Да. Потому что это глубоко сидит в наших менталитетах, что мне быть принятым Богом, любимым Богом, что Бог мне помог, что Бог благословил, мне нужно для этого себя хорошо вести. Мне для этого надо заслужить дар Духа Святого. Дары даются не за заслуги. Божье участие в нашей жизни не за заслуги. Божье участие на заслуге Христа построено. То, что совершил Христос, позволяет благодать и действовать в нашей жизни. Как быть сокрытым в нем, укрыться в нем, находиться в нем, пребывать в нем, апостол Павел говорит, вот это величайшее мастерство и искусство каждого, не только служителя, это находиться в нем. Осталось 30 секунд, Дмитрий Леонидович. Без откровения о любви это невозможно. Это невозможно. Но когда человек понимает, наша проблема не в том, что мы мало любим Бога, наша проблема в том, что мы мало знаем, как Он любит нас. Люди, которые поймут, как любит Бог, они принимают Его любовь и живут успешно. Дмитрий Дмитриевич, спасибо, как и всегда. Господь да благослови. Спасибо. Будьте благословены. Да, друзья, спасибо. Мы говорили, мы беседовали, рассуждали. А вы услышали. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте благословены и оставайтесь с нами на «Импакте». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова